Закрою свои видеопрогнозы на этот тур английской премьер-лиги матчем Бёрли против Кристал Пелес на Тёрф Мур. Бёрли команда, которая из года в год, за последние 5 лет, по-моему, в английской премьер-лиге, их отправляют в чемпионшип, но Шан Дайч и его подопечные собираются и остаются в английской премьер-лиге. Вот сейчас им нужно делать то же самое, потому что Бёрли, как и Шеффилд-Юнайтед, как и Фулхам и Вест Бромвич, 4 команды, которые должны вылетать в чемпионшип. Кто-то из них один останется, потому что вылетают 3 команды, но борьба, мне кажется, между ними произойдет, как раз так между этими 4 командами. Хочу, чтобы Бёрли остался. Бёрли, несмотря на результаты, посмотрите на предыдущие матчи Бёрли, скучновато смотреть на Бёрли, но есть в этом какая-то вот перчинка, за что может нравиться Бёрли. Мне она нравится, во-первых, за того, что впереди играют два крутых форварда, Крис Вуд и Эшли Барнс, на которых смотреть одно удовольствие. Особенно на Эшли Барнса, который более техничен, нежели Крис Вуд. Смотреть интересно на Криса Вуда, как он божит просто на втором этаже. Этот парень выигрывает, мне кажется, больше 60% за матч верховых дуэлей. То есть, на втором этаже нет равных абсолютно в английской премьер-лиге никому, нежели Крис Вуду. Что в этом матче? Буду болеть за Бёрли и поставлю на Бёрли. Мне кажется, будет первая победа Шона Дайча именно в этом матче против Кристал Пелос, который нестабильный, который иногда удивляет, который иногда не удивляет, как, например, против Челси. В общем, я думаю, что Бёрли здесь победит. Бёрли против Кристал Пелос ставлю на Бёрли П1.